Друзья мои, любовь Успенская. Что касается любови Успенской, то это, конечно, на первом месте у неё карьера. Слишком энергетическое и импульсивное у неё поведение. Человек сама, она сама себе враг прежде всего. Но когда наталкивается на препятствия, конечно же, выходит из себя, раздражается, а это заставляет во что бы то ни было достичь именно желаемого. Некоторых это возмущает. Они считают это нахальством, эгоизмом, что надо сдерживаться, избегать таких ситуаций. Надо сначала думать, потом действовать, сдерживать агрессивность и злость, быть тактичным, то есть тактичной, дипломатичной. Ну тогда можно достичь цели, а цели достичь это ей рекомендуют, только терпением. В принципе, то, что и нам всем говорят, да? Я хочу сказать, что матрица ей и рекомендует не допускать ссор, не растрачивать свою энергию на ссоры. Я хочу сказать, друзья мои, действительно, вот эта импульсивность, вот этот гнев, вот эта агрессия, которая у неё проявляется. Понимаете, она, например, она что-то требует, а её не слышат, и она потом начинает давить, давить, давить. Что касается ребёнка, то для астрологов, скажу, и для тех, кто будет слушать, это семья мама-рыба и ребёнок-козирок. Очень сложный такой тандем, потому что мамочка – это мамочка, она всё делает, такая, знаете, курица-квактуха, я говорю о Любе Успенской. Что касается дочки, то девочка очень талантлива, очень талантлива, но, есть одно но, она повторяет судьбу своей мамы. Один в один, потому что матрица указывает у Любы вот это какое-то бродяжничество. Конечно, она может сказать, что это бродяжничество или вот эти вот её поездки – это всё было вынуждено, то есть так сложилась жизнь. На самом деле нет, друзья, всё совершенно по-другому, она могла спокойно оставаться с родителями, то есть в Киеве, там с бабушками, с дедушками, с кем ещё, но она поехала искать счастье. Эту же дорогу сейчас повторяет её ребёнок, девочка, безмерно талантлива, безмерно талантлива, очень подвержена, чтобы вам было понятно, влиянию Вселенной. То есть она понимает, она предчувствует, у неё есть этот дар, и всё, что она пишет, всё, что она напишет, это, конечно же, будет заслуживать похвалы и внимания. Поэтому, друзья мои, если её сравнивать с мамой, то она, я бы сказала, она очень талантлива, она безмерно талантливый ребёнок. Что случилось или почему не так? Давайте будем разбираться. Так, что касается богатства. Успенская, то есть мама, любовь Успенская, она имеет склонность отождествлять себя в эмоциях с материальными ценностями, то есть вещами. И она это всё связывает воспоминания, то есть она полностью, полностью, то есть для неё это всё. Если у неё что-то вот отнять и поставить где-то в чистое поле, то она просто может или сойти с ума, или просто умереть вот от таких вот потерь. Она находится в эмоциях, то есть в плену прошлого. Не дают покоя старые раны, потому что у неё их очень много. Ей необходимо уделять больше внимания более конструктивной деятельности, более каким-то нужным целям. Она много по жизни распыляется. Если у неё нет поддержки в других каких-то сферах деятельности и в людях, то вообще она, если где-то нет для неё поддержки, то она не является членом той компании. То есть она человек компанейский только там, где она лидер, где её принимают так, как ей надо. Прекрасно она ведёт дела. Она может вести как на личном таком уровне, по телефону может прекрасно договариваться. Это очень-очень... Ну, что, друзья мои, что я вам рассказываю? Что касается... Она легко поддаётся чужому влиянию, и она поддаётся влиянию там, где ей говорят то, что она хочет слышать. То есть, ну, понимаете, вот если ей лить на уши малиновый сироп, ах, какая она талантливая, а вот она заслуживает того-то, того-то, она в это верит. Я думаю, что в это верим все мы, что она талантливая, и она заслуживает, возможно, большего. Супер-пупер звезды России. Певица Шансона, я её очень люблю, поэтому вы меня простите, я почему-таки запинаюсь где-то. Я хочу дать всё то, что допустимо, на мой взгляд. Итак, мои хорошие, давайте-ка я вам скажу самое-самое важное и самое-самое главное. Очень много потерь. Я говорю о маме Любе, Любовь Успенская. Очень много невзгод, очень много страданий. И самое главное, что очень много предательств, но эти предательства у неё по жизни, всю жизнь, они переворачиваются, как будто она предавала. То есть почему? Потому что она сильная личность, и здесь ничего не сделаешь, вот этот крест ей надо нести. Матрица указывает на то, что крестом, вот говорят, надо нести свой крест. Так вот, крестом её по жизни является это её характер. Характер своевольный, импульсивный, неустойчивый. Вы знаете, что я не удивлюсь, если у неё на теле есть какие-то врождённые отметины, либо рубцы, приобретённые после какого-нибудь несчастного, например, случая. Это такая, знаете, это некая метка вольности. То есть, как говорят, человек помечен. Так вот, за вот эту вольность, за это её крест, и она ничего не сможет сделать. Что касается препятствий, я бы сказала, что является камнем преткновения, то вот её святым, её ангелом, хранителем, покровителем, она смело может считать архангела Михаила, архистратига Михаила. Так как он, вот он убивает дракона, есть такая картина, кто не видел, поищите в интернете. Так вот, Любовь Успенская, она как архангел Михаил, обладает непреклонным намерением и умением проходить сквозь испытания. Если архангел Михаил – это жизнь, это энергия солнца, победа над упадком, например, чёрный дождь – это зло, которое влечёт за собой разложение, то Любовь Успенская – это человек, который, благодаря тому, что она не останавливается перед какими-то трудностями, она проходит, она добивается, если у неё чего-то не получается. Для неё архангел Михаил может быть символом победы. Это очень хороший такой святой, это один из архистратигов, из самых наивысших ангелов. Но на это, к сожалению или к счастью, указывает её матрица, поэтому не могу не сказать. Поэтому каких-то камней преткновения, которые у неё есть, она через это всё проходит. Ей бесполезно под ноги бросать эти камни, потому что она умеет через это всё проходить. У неё это получается. Друзья мои, почему я на этом сделала такой жирный акцент? Потому что после вот этой перепалки с дочерью я посмотрела, как она готовится к выступлению, она плачет, и в то же время она выходит на сцену, и она артистка. Это говорит о том, что она умеет себя взять в руки, и она умеет пройти через вот эти, скажем, преткновения, камни преткновения, которые ей под ноги бросает судьба. Это не просто так, я об этом говорю. Итак, идём дальше. Что говорит матрица о счастье, что является счастьем для Любови Успенской? Это карьера, друзья мои. Эта карьера, это человек бесстрашный, с азартным характером. Она очень сильно рискует ради успеха, может достигнуть рубежа, где слава или известность просто сталкивается лицом к лицу с противодействием, с препятствиями и с завистью. Ну, я уже сказала, что очень много у неё предательств, так вот, очень много завистников. Благосклонность приходит к ней со стороны вышестоящих властей, то есть её любят, ей помогают, но ей следует опасаться падений, то есть она может упасть вот с этого пьедестала, а также надо опасаться огня, ну, и матрица показывает на меч, то есть надо опасаться ещё меча, по-видимому, может, ножа. То есть признание у неё есть, и оно очень высоко, но всё-таки есть и вероятность падения с этого пьедестала. Это прослеживается. Так, друзья мои, что касается материнства, то матрица указывает на то, что Любови Успенской, конечно же, следует избегать судебных процессов, каких-то диспутов, от чего она, кстати, и уходит. Вот как бы она не приходит на телевидение, мы этого не видим. Почему? То прочное состояние, которое она вот имеет, которое может быть втянуто в колею неизбежности, ну, вот этих всех выяснений, держит её в такой рабской зависимости. Она как бы, она действительно не понимает, как быть и что делать. Это для неё является такой дисгармонией, которая её раздражает, которая мешает, которая она... Ей очень тяжело с этим сталкиваться, потому что она всё время, я уже говорила, она всё время идёт вперёд-вперёд. У неё нет времени на выяснение вот этих всех вещей, потому что счастьем по матрице для неё является всё-таки карьера. Ну, я хочу сказать, что это, конечно же, плохо, наверное, но судить... А суди кто? Ещё разочек. Матрица указывает на то, что она как мать не должна вступать в судебные тяжбы. В данной ситуации действительно для неё по матрице, по жизни карьера самое главное. Она всеми силами своей души должна стараться удержать вот эту планку. Вот представьте, что весы стоят, и вот эти весы должны уравновешиваться. То есть не надо, не должно нигде даже на какой-то граммулечку перевесить. Присутствующее вот всё то, что есть в её жизни, должно соблюдаться, знаете как, спокойствие, уверенность. И тогда это даёт ей... Не разрушает её изнутри, то есть не разрушает прежде всего её здоровье, потому что со здоровьем у неё действительно очень-очень сложно, когда в её жизнь врываются какие-то непредвиденные обстоятельства. То есть колебания какие-то ей просто недопустимы. И вообще, если вдруг на будущее где-то какое-то выяснение отношений, судов и всего остального, ей надо просто от этого избегать. Почему? Потому что будет некое наказание. Несмотря на её силу, несмотря на её выносливость, несмотря на то, что она вот эти камни преткновения, которые как мячики бросает ей судьба, она не то что с лёгкостью, но она через них проходит, это может её остановить. Это может просто-напросто её привести к опустошению, к внутреннему опустошению. То есть будут проблемы со здоровьем. Матрица указывает, что защита предков у неё есть. То есть все вот эти склоки, они как бы выгорают сами по себе. Хорошая защита у неё есть. Что касается детей, то, конечно же, дети – это самое слабое звено в её жизни. Матрица указывает на то, что она простодушна, она сильна духом. У неё есть вот эта сила самопожертвования. И даже она наделена какой-то такой врождённой храбростью. Её жизнь временами сложна, запутана. Ей требуется не просто энергия, а вся энергия, которая у неё есть, чтобы вновь вернуться, например, на правильный путь после какого-то, какой-то потери. Особенно всё, что касается детей. Какие-то потери у неё есть по детям. Она человек, который способен помочь и себе, и другим людям. Что касается лично детей, то это, конечно, жертва. Это самопожертвование. И здесь, к сожалению, она открыта. Здесь есть некая отработка, кармическая отработка по детям. И прежде всего, это некое... Знаете как? Вот её дочь, которая сейчас у неё есть, это некое такое... Именно вот она является для неё... Не профессия. Не профессия является кармическим таким узлом, который надо разрубить, отработать. А это является ребёнок, потому что очень много зла, очень много каких-то таких нехороших вещей. Она... Ей... Я не хочу сказать, что это сделано. Это как-то какие-то бабские какие-то заговоры, но это тоже имеет место быть. И очень во многом виновата она сама, конечно. Причём это по молодости, по глупости. И по большому счёту карьера и дети. Самое главное всё-таки дети, но по кармической линии. А вот по жизни, по жизни... Ну вот как бы астролог сказал, вот по натальной карте вам самое главное – это карьера, да? А по матрице всё-таки это дети, но здесь очень много грязи, очень много проблем. Причём эти проблемы, они создаются... Вот не то, что камень преткновения, а это вот как бы по судьбе идёт. И через зависть ещё очень много всего делается через какую-то зависть, через... Ну вот, понимаете, самые большие проблемы Эчи – это через близких людей. Как такое впечатление, что, знаете, вот как ниточки натянули, вот эти вот все, и она... Знаете, вот как дети скачут резиночку, да? Или как они там перескакивают. Вот и она вот здесь вот прыгает, как этот... Она пытается попасть именно вот в эту дырочку, в эту резиночку, чтобы ничего не зацепить. Это то, что... Это самопожертвование. Это жертва. И самое главное, что вот девочка её, вот эта, о которой я сейчас говорю, это ребёнок такой, знаете, как дар Божий ей дан, и в то же время как искупление грехов. И в то же время это препятствие. То есть это невозможность найти какое-то решение и какой-то выход. То есть, ну, знаете, есть вот... Вроде дверь есть, подходишь, а там стена. Она не понимает сама, как можно из этого выйти. Что касается тайны, Матрица указывает на тайну её славы, на тайну её восхождения. Я думаю, что она сама знает об этом. И самая, конечно же, большая проблема по детям – это то, что Матрица говорит о том, что она хочет видеть идеальное во всех вещах. Любовь Успенская – человек из числа тех, кто обладает вот этим необычным, но оптимистическим и мудрым мировоззрением. То есть она действительно хочет видеть своего ребёнка таким идеальным. Это человек, вернее, сама Люба, почитатель искусства, музыки. Ну, мы с вами знаем, да? И она это же, это же всё... Есть указание, что она вот пыталась и помогает взращивать это всё в детях, в своём ребёнке. Ну, девочка действительно очень талантлива. И, скорее всего, что, исходя из того, что я сказала, это говорит о том, что это передача по наследству вот всех вот этих, скажем так, талантов. Но девочка более будет талантлива. Вот ей... Единственное, если ей будет суждено раскрыться миру, показать всё то, что она может и что она умеет. Итак, друзья, до момента детей я дошла. Давайте посмотрим Татьяну, дочь. Что касается Татьяны, то Татьяна, конечно, совершенно другой человек. Это человек достаточно осторожный. Она такой осторожный искатель, исследователь, не так-то легко принимающий реформы, перемены. То есть она для себя, если где-то чем-то она занимается, то для неё это постоянное какое-то открытие. Настроена благожелательно. Это даже, я бы сказала, что фортуной для неё является то, если она будет настроена ко всему благожелательно, щедра по отношению к другим людям, то тогда она будет очень удачливой и, скажем, ей будет вести. Что касается креста по жизни, ну вот крест, который она должна нести, то это, друзья, это незаурядный ум. Ум, ориентированный на литературу, на преподавательскую деятельность её перо, но я видела её картины, поэтому я думаю, что это можно применить и к картинам. Это, знаете, такое могущество шпаги, то есть вот как меч всё равно рубит она, вот смотришь, и тебя прямо подкашивает. Она предпочитает, если читатель ещё что-то, ей нравится классика. Ну, она покровитель литературы, она способна вернуть миру огромное количество забытых ценностей, то есть ей интересно вот это всё древнее, кстати. Оно откуда-то, знаете, вот непонятно откуда оно к ней приходит. Ну, ведь у человека есть наработанные какие-то таланты, с которыми она пришла в этот мир. Поэтому Татьяна – это человек, который может попадать в самую гущу каких-то противоборствующих сил, то есть которые заставляют её действовать таким образом, что последствия этих событий могут оказаться для неё болезненные. Её надо беречь. И таким человеком является мать, то есть любовь успенская. Видите, как интересно. Камень преткновения. Камнем преткновения для неё, друзья мои, является дом. Вот знаете, такое понимание корни, дом, семья, всё, что связано с домом, потому что она человек, вся жизнь которого посвящена поиску истины. Это придаёт ей, помимо простой веры, твёрдую уверенность в себе. Она никогда не усомнится в своём пути, несмотря ни на какие невзгоды, происходящие вокруг, даже вот в отношении с матерью. Ну и я хочу сказать, что великий небесный архитектор, который создал её, вот так её можно назвать, это некое творение, это чудо, это чудо какого-то такого своего, своеобразного некого земного паломничества. Ну, это указывает, знаете, на что? На то, что в простонародье это называется бродяжничеством. Или же вот как люди ходят паломниками, вот они всё время куда-то идут, да? Как у цыган спрашивают, куда вы идёте? Что вот дойти туда и... А потом, чтобы обратно вернуться. Вот это есть у матрицы. На это просто указывает матрица, и камнем преткновения является её дом. То есть её держать нельзя. Она уходит из дома для того, чтобы созерцать, чтобы обретать знания. И она ещё не нашла то, что она ищет. Найдёт она это или не найдёт, ну, всё будет зависеть от программ, по которым она живёт и будет жить. Что касается счастья, то матрица указывает на то, что вся жизнь Татьяны будет посвящена поиску истины. Причём помимо простой веры это должна быть твёрдая уверенность в себе. Она никогда не усомнится в своём пути, несмотря на... Ни на какие невзгоды, происходящие вокруг. Я уже, наверное, об этом говорила. Потому что человек... Ну, человек родился таким. То есть человек пришёл со своими знаниями, которые приобретены в прошлых жизнях. И поэтому, понимаете, вот иногда говорят, вот непонятно, что она сама не понимает, что она хочет. Но здесь у неё есть указание всё-таки на то, что это связано ещё и с партнёрством. То есть именно она не одна. Ходят ей интересные люди, которые есть. И у неё есть знания. Единственное, что через... Она не в состоянии даже объяснить той же матери, чего она хочет, и зачем, и куда она идёт. И именно вот эти знания, которые у неё... Понимаете? Это как росток, который пробивается сквозь камень. Он стучит, его там тоже топчут, да, не пускают, а он пытается пробиться, и он не понимает, зачем ему надо на этот свет или именно вот через этот камень, когда можно обойти и вырасти, например, и взойти, например, на клубе. Это очень сложная, такая очень сложная матрица у неё. Таких людей действительно можно приравнять к сумасшедшим, к шизофреникам, то, что, в общем-то, мы и слышим. Ну, это, друзья мои, крест, который вот действительно несёт сама Татьяна и Любовь Успенская. Это очень сложно. Но для неё это счастье по матрице. Для неё это счастье. Вот такое непонятное. Ну, вы, во-первых, не забывайте, что этот скандал, который сейчас произошёл, он произошёл вот именно 2020 год. И это время, когда все, не только Татьяна или Любовь Успенская будет, а мы все будем искать некую истину. И мы, это духовность, это понятно, что это отношение к социуму, это поиск. У каждого свой. Кто-то всю жизнь ищет Бога, кто-то ищет ещё какие-то науки. Я знаю, что она вот йогой занимается. Ей вот это всё очень-очень интересно. К сожалению или к счастью, человек пришёл со своими программами и задачами. Личность сильная, притягательная, но ей не достаёт тонких чувств, превращающих жизнь в нечто большее. То есть вот эти вот тонкие материи, уж такие, знаете, вот совсем тонкие на уровне семьи, матери, да? Ну, мать тоже очень сильная женщина, поэтому они друг друга не слышат. Это действительно так. они идут и они дальше будут идти через совокупность потерь и разрушений. Что касается Татьяны, то её очень трудно дисциплинировать, контролировать. Она сама себя не в состоянии контролировать и прислушиваться к себе. тем не менее, её воля, сила, вот желания крепкие. И, ну, и она просто уверена в себе. Это такой наездник, который, скажем так, справится с любой непокорной лошадью. То есть вот если ей куда-то надо, то она будет всеми силами туда идти. В противном случае это приводит к раздражительности. То есть человек начинает терять энергию. Если её не отпустить, то она просто-напросто начинает болеть и будет болеть. Потому что её, ну, она такая же, как мать свободолюбивая. И сейчас, если провести вот такой анализ, то есть она идёт по большому счёту чуть ли не вслед, вслед за матерью. То есть как та шла. Единственное, что, что по понимании самой Любови Успенской, и скажу честно, и я это понимаю, что она идёт как бы против часовой стрелки. То есть, понимаете, она идёт наоборот. Ну, точно так же, кстати, ей около 30, и, наверное, если она последних лет 5 только и занимается тем, что куда-то она всё пытается идти, то это один в один Любовь Успенская, только ещё не определившаяся и не сформировавшиеся цели и задачи, так как их у неё очень много благодаря знаниям, с которыми она сюда пришла. Ну, вот как-то так. Я не знаю, друзья мои, прослушайте ещё несколько раз, если вам непонятно. Мне кажется, понятно. Потому что здесь очень-очень всё тонко, всё настолько запутано и настолько всё взаимосвязано, что каким-то образом это всё отделить и сказать, что вот так, 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 но это просто невозможно. Матрица ей обещает много проблем по жизни, много страданий. Человек, она такой, который рождён для побед, но эти вот победы, завоевания, они принесут ей очень много огорчений, особенно в материальном мире, то есть всё, что касается денег, по-видимому. Вот деньги недвижимость, имущество, и это будет такая, такие вот огорчения и боль на всю жизнь. Кататься, ездить, изучать, это, конечно, удел людей, которые или же просто идут по дороге босиком, или же всё-таки передвигаются на каком-то транспорте, и за это всё кто-то платит. Это очень важно. Она, в конце концов, она поймёт, у неё ещё нет опыта, она ещё его не наработала, она ещё не достигла тех знаний, которые дадут ей понимание, что агрессия и вот эти споры, это всё ничтожно, и насколько важно благородное отношение, благородное слово, добро, прежде всего, которое надо нести, вот эти вот все намерения благородные, чем вот всё то, что произносится в ярости, то есть в противостоянии друг с другом. Поменяется внешний вид, она преобразится как бы и не только внутренне, но и внешне. У неё будет сердечное, появится вернее отношение, сердечное отношение, такое доброе отношение к другим людям, и вот эта вот ядовитая гримаса, ненависть, вот всё, что у неё сейчас присутствует, она уйдёт. И она, я даже скажу, знаете, вот, наверное, ей будет это понятно, если она будет это слушать, она сломает свой меч и как бы будет относиться ко всем реакциям, которые будут направлены в отношении её более доброжелательно. Она поймёт, что не всем понятен тот порыв, которым обладает она, или всё то, к чему она стремится, потому что не всем это дано. Матрица, конечно же, указывает, что это личность, намерения которой будут под охраной, а для неё, или же от неё требуется забота о человечестве. Ну, это такие высокие фразы, но, скорее всего, что что-то всё-таки она в этой жизни или в этом миру она всё-таки найдёт, и всё это будет воплощаться в каких-то практических проявлениях, то есть она ещё себя ищет. По сути, она тот человек, который призван выполнять предназначенную только ей работу, и под влиянием силы, которая отправила его как бы на эту землю, и как защитника слабых почему-то, вот она должна защищать слабых. Ну, Татьяна может быть, может оказаться человеком в гуще самых разнообразных сил, как поддерживающих друг друга, так и противостоящих, то есть одна сила противостоит другой, однако в ней самой заложено сочувствие к угнетённым, но победа непременно останется за Татьяной, так как у неё матрица указывает на чуткость, и возможно вот люди, с которыми она общается, она в них видит совершенно другое общество. Друзья мои, я думаю, что вы понимаете, о чём я говорю, или о чём говорит матрица, если взять общество Любови Успенской, и то общество, в котором общается, или в которое стремится Татьяна, то это, конечно же, совершенно разные люди, совершенно другие цели, совершенно другие задачи у людей. По-видимому, ей с ними намного проще и, ну, наверное, теплее. Что касается её обучения, вот всё то, что мы видим, то это очень сильно отражается на ней, как на личности. Я бы сказала, что это человек сам себя выжигает изнутри, человек сильный, она наделена силой, мощью, дерзостью, от природы агрессивно, воинственно, она стремится достичь высоких целей во что бы то ни стало. Матрица указывает на терпеливость, что она идёт часто на риск, преодолевает множество трудностей, препятствий. Вот этот путь, он таит в себе риск, опасный для, не только для тела, но и для ума. Всё будет зависеть от, я уже ранее говорила, от программ, по которым она будет не только жить, но и действовать. Высокие программы, значит, её будут поддерживать. Если это будут низкие программы, если у неё присутствует алкоголь, наркотики, там, ещё какие-то лжепророчества, лжепророчества, то, конечно же, это опасно будет для ума. И это действительно может отражаться на психике. Насколько это будет отражаться на психике, это надо смотреть отдельно. Ну, я сейчас, друзья мои, я сейчас хочу просто разобраться в этом ребёнке. Я не преследую цель вот здесь перед вами раскрыть полностью, её вот разобрать по косточкам. Нет, я не преследую. Мне интересен этот человек, на что он способен и действительно ли у неё есть какие-то знания. У неё есть знания, и она идёт за этими знаниями. Но есть низкие программы, а низкие программы это дерзость, это агрессия. То есть девочка занимается саморазрушением, и мы это всё видим из её картин, которые она рисует. Она даже не понимает, того, что это саморазрушение. То есть она физически себя подсадила на вот эти низкие программы. И она показывает уродливость своей души, в мир которой окунаются другие люди с такими же проблемами. Говоря другими словами, друзья мои, она несёт миру саморазрушение и этим самым разрушает ещё других людей. Да, друзья, она на это способна. Я искренне надеюсь, что она поймёт, так как у неё есть указания на то, что её привлекает естественная красота, красота, в которой она находит счастье. Счастье в самых обычных вещах для неё, так и в искусстве. литература и даже наука. что касается наслаждения, то наслаждение у неё ассоциируется с творчеством. Это человек, который способен хранить секреты лучше, чем деньги и даже лучше, чем собственность, но ей необходимо соблюдать осторожность для того, чтобы не попадать или же не впадать в крайности, которые никогда не смогут найти объяснение или же соответствие даже исходя из философской точки зрения. Вот здесь вот очень такая, знаете, очень тонкая грань. Здесь у неё присутствует интеллигентность, которую не все понимают и которую не все принимают. И вот это может быть ещё одним таким камнем преткновения на дороге её жизни, то есть по дороге судьбы. Если её мама, Любовь Успенская, всё-таки, как я говорила, вот эти камни преткновения, которые судьба бросает ей под ноги, как мяч, она уже, не то, что уже, а она просто, есть у неё помощь, помощь свыше, которая помогает ей это проходить, то вот эта девочка, она попадает, будет попадать в какие-то не совсем хорошие и нестандартные ситуации, потому что многие её воспринимают как дурочку. Вот, друзья мои, простите, я называю, как оно есть на самом деле. К сожалению, от этого она никуда не уйдёт, потому что слишком тонкая организация души, которая, чтобы доказать и чтобы её услышали, она уподобляется извержению низких программ. Я думаю, что если это будет слушать сама Любовь Успенская или Татьяна, они поймут, о чём я говорю. Привлекают её спорт, развлечения. Возможно, друзья, я не буду категоричной, возможно, даже телесные некие наслаждения могут составлять суть бытия, если она не сможет самореализоваться, и она может потакать своим желанием, кидаясь из крайности в крайность, и, скорее всего, не раз она переживёт жизненные взлёты и падения благодаря вот именно каким-то развлечениям. философия её будет ориентирована на поиск счастья, умственные дарования будут направлены на развитие собственных замыслов, то есть то, что мы видим сейчас. То есть по жизни её, если брать карьеру, то есть как она самореализовывается и будет самореализовываться, это для неё некое удовольствие. Друзья мои, Танечка, вы по жизни всю жизнь будете идти и за вами будут идти два духа, один чёрный, другой белый. Каждый из этих духов – это высокая программа жизни, низкая программа жизни, это высокие знания или же знания, которые вы будете приобретать, возможно, уже познав или познавая какие-то низкие программы, ну, тогда, значит, они должны на вас влиять в таком ключе, то есть для развития, но не для использования. Так вот, всю жизнь эти два духа, чёрный и белый, они будут идти за вами и будут по-своему на вас влиять. Белый дух, он будет вас выручать, постоянно выручать, это Господь Бог, давайте так, я скажу вам, он будет вас поддерживать, он будет вам помогать, он будет давать вам информацию, если вы будете жить по высоким программам. Чёрный дух, он будет постоянно давать какие-то испытания, то есть какую-то боль, и ваш ум будет слишком растерян, то есть вы не сможете понять ни того, ни другого, слишком много вам дано и в силу может быть своего какого-то внутреннего мира. Ну, я ведь даю вам, даю информацию поверхностно, может быть следовало бы более глубже влезть, но я для соцсетей не хочу этого давать. Вы человек, который будет всю жизнь постоянно окружён проблемами, вы будете решать эти проблемы, как вам поступать, всё время вы будете оказываться в затруднительном положении, в межличностных отношениях, и в материальных отношениях, и в отношениях с родственниками, и в каких-то семейных, более тесных отношениях. Вы будете беспрестанно пребывать между силами противоположной природы, вы способны сделать то, что необходимо. Необходимо, но не то, что надо. Вот это будет присутствовать. Я уверена, что вы меня понимаете, потому что я вашу энергетику очень хорошо уловила, и если вы это послушаете не один раз, то я думаю, что вы сможете в этом разобраться. Эти качества следуют, и надо над ними работать, их надо гармонизировать, надо постепенно, но укреплять волю, силу воли, потому что на сегодняшний день, вот сейчас и в дальнейшем, если вы этого не поймёте и не примете, то вы будете всё время находиться в замешательстве. Например, как поступить? И я вам скажу больше, что дьявол, он всегда выглядит, он всегда готов сделать подлость, сделать гадость или же выразить всё при помощи агрессии намного проще, чем сказать прости, я тебя люблю, давай поговорим, пойми меня, то есть более спокойно всё решать, чем просто, скажем так, всё крошить, всё ломать и работать по высоким программам, то есть общаться и проживать жизнь с теми людьми, которые на самом деле вам дороги, именно благодаря низким программам. Поэтому дьявол, он очень скользкий, он очень хитрый, и он будет преподносить всё намного скрыто. И у вас есть ещё одна такая проблема, что вы всегда бежите, если, не дай бог, что-то случится, и все начнут куда-то надо спрятаться, то все побегут, например, куда-то там в кусты, а вы побежите на самое открытое место. К сожалению, Танечка, у вас напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Если бы то доверие, ту красоту и то восхищение, которое вы направляете на незнакомых и порой незаслуживающих внимания людей вы направляли на себя и близких своих людей, тогда бы жизнь складывалась бы совершенно по-другому. Что касается друзей, то матрица указывает на то, что вы будете часто испытывать насмешки со стороны людей, которые будут вас окружать, которые якобы будут вы будете считать друзьями. К сожалению, этого вы не избежите. И это указывает еще на благочестивого человека, который все-таки несмотря на то, что он будет объектом частых насмешек, жизненных каких-то злоключений, но благодаря именно своей сильной вере, своей непосредственности все это преодолеет. И также матрица, кстати, говорит, что все-таки несмотря на то, что вы из, скажем так, из состоятельной семьи, вы в этой семье себя чувствуете обделенной, бедной, не в плане денег, не в плане имущества, а в плане духовности. В плане духовности вы бедный человек, если проецировать семью на вас. Официальные власти, бюрократы не будут благосклонны к вам, и это будет говорить о некой вашей избранности, о вашей вере, а люди верующие, они всегда гонимы. Ну, я надеюсь, что эта вера, о которой я сейчас говорю, и которую вы в себе проецируете по отношению к миру или же по отношению к людям, с которыми вы общаетесь, что эта вера не будет вас разрушать, и не будет саморазрушения, пока на сегодняшний день это саморазрушение идёт изнутри вас. Почему так происходит? То, что я вижу по матрице, это говорит о том, что вы человек недостаточно уверенный в себе, вы слишком полагаетесь на слабых людей, то есть в вашем окружении нет сильных людей, я не говорю о маме, я говорю о людях, с которыми вы общаетесь, которых вы считаете возможно своими учителями, возможно своими друзьями, это люди, которые причиняют вам боль, хотя и поддерживают вас. Для вас как человека предаваться чрезмерным наслаждениям губительно, именно из-за этого вы становитесь восприимчивы и чувствительны к окружению. Подняться над внешними условиями тирании чувств вот задача для вас, но здесь есть нерешительность, то есть вы всё время не можете решиться, возможно я говорю о том, что происходит сейчас, вот сию минуту, вот буквально насколько я владею информацией благодаря телевидению, что вы вроде как уже от мамы куда-то уехали, но вы имейте в виду, пожалуйста, что не только например мама, как вы считаете, влияет на вас губительно, да, она благодаря своей вот этой вот чрезмерной любви, ну, она просто мама, 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 вот можете посмотреть, как кошка своих котят к себе всё тащит и тащит, так и она пытается вас удержать, я не не буду и не берусь, это грех здесь судить её, но я прошу вас обратить внимание на людей сторонних, которые вас окружают, так ли они хороши, высоки ли их помыслы и попутили вам с ним, вот это вот на сегодняшний день для вас мне кажется самое главное не то, что проблема, а это поиск истины, присматривайтесь, если говорить о предательстве, то вы человек чистый, чистая душа, любите природу, дождь, солнце, ваш идеал это свободная жизнь среди леса, полей, цветов, вас тянет к людям, чьи мысли или думы возвышены, вы ладитесь с детьми, понимаете животных, радуетесь красоте, величию жизни, то есть в таком, знаете, во вселенском понимании всего того, что я говорю, и вы, вас очень часто будут предавать, очень часто вас будут предавать, и как ни странно, как ни странно, человек, близкий человек, я думаю, что это все-таки, наверное, ваша мама, любовь успенская, которая есть вот символ покровительства, и этот символ покровительства, он идет или же от предков, или же от вашей матери, я не полезу дальше разбираться, потому что это не надо, да, вдруг вы и это не услышите, да, но это у вас есть, и в данной ситуации я бы вам рекомендовала каким-то образом найти, проявить разум, то есть ум, разобраться в своих чувствах, и вот эту вот ниточку с единственным близким человеком, а это у вас мать, ее каким-то образом, как бы вам сказать, не прерывать, а наоборот ее укрепить, вот это просто необходимо, потому что предательств очень много, и вот то, что я сейчас вижу, уже подойдя, дойдя до взаимоотношений с иными людьми, я вижу, что то же самое, вот один в один, и те же указания, что как только вот такая вот беда врезается в вас, вот представьте, все равно, как гром бьет в радугу, которая на небе, да, вот спокойную радугу, которая переливается всеми цветами, которые только могут быть, она радует глаз, и этот огненный шар, он просто-напросто разлетается, потому что некая невидимая сила это все отводит. Будут ли моменты, когда эта сила не успеет? Да, это может быть, но это при наличии низких программ. Все, друзья, мои хорошие, на этом все. Я заканчиваю такой вот анализ. Это был анализ Татьяны Плаксиной. Он получился большой, и вначале я немножко дала понимание о любови Успенской. Ну и чтобы вам было всем понятно, дочь полностью проецирует жизнь своей матери. По большому счету она идет след в след. Единственное, что те цели и задачи, те знания и те умения, которыми обладает Татьяна Плаксина, их слишком много. она пока еще себя не нашла. Итак, друзья мои, это были некоторые моменты из Матрицы. Я не смотрела будущее, вот именно как сейчас, завтра, через год, через 10 будет развиваться ее жизнь. Мне было важно понять, что не так. На этом все. С вами была я, Зоя Клемюк. удачи! Продолжение следует...